Армия России нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины. Сначала украинские военные объекты атаковал рой беспилотников «Герань», насчитывающий не менее 179 дронов, потом в ход пошли ракеты. Это ставшая уже традиционной русская тактика обстрелов. Дроны разряжают средства противовоздушной обороны противника, а следом летят уже ракеты, которые поражают цели. Учитывая, что у вооружённых сил Украины серьёзный дефицит противоракет комплекса, «Патриот», такой подход становится весьма эффективным. В украинских СМИ удар назвали рекордным по мощи и длительности обстрела. Взрывы гремели больше шести часов. Прилетало традиционно по военным объектам и объектам энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, целями также были портовые склады и корабли с натовским оружием в Одессе и Николаеве. Когда полетели дроны, иностранные и украинские суда в панике начали покидать портовую гавань. Кроме того, русские били по аэродромам в Дубно, Ровенская область, Озёрном, Житомирская область и Староконстантинове, Хмельницкая область. Все три аэродрома ранее приняли американские истребители F-16. Украинцы выставили вокруг самоходные зенитные установки «Гепард», Однако смогли ли эти зенитно-ракетные комплексы сбить русские дроны и ракеты, неизвестно. Зато известно, что некоторые «Гепарды» также были уничтожены. Отметим, что ранее вооруженные силы противника уже теряли самолеты F-16. Один на них сбили сами, приняв его за вражеский, и ещё несколько были уничтожены ракетным ударом прямо на аэродроме. Таким образом, американские истребители были уничтожены ещё до своего первого боевого вылета. Добавим также, что аэродром Староконстантинов поражается не первый раз, логично было бы убрать оттуда F-16. Но проблема в том, что на Украине не так много аэродромов, которые могут принять американские самолёты, требующие более длинной взлётно-посадочной полосы. Примечательно, что рекордный удар произошёл через день после того, как Зеленский презентовал в Верховной Раде свой «План Победы». Подбирали ли русские сроки, обстрелы осознанно или же это совпадение, неизвестно. Ну а после всего этого украинские войска вынуждены полями бежать из Курской области, из-за чего становились лёгкой мишенью. В Донбассе начался прорыв ещё на одном направлении, а Зеленский уже успел даже разочароваться в реакции партнёров на свой этот план. Украинские войска начали в срочном порядке возводить укрепления под Курском. Суджу в прямом смысле заливают в бетон, чтобы не пропустить русские войска. Туда Киев направил несколько специальных мобильных заводов по производству бетона. Но в силовых структурах отметили, что спешно созданные фортификации не отличаются хорошим качеством. Динамика происходящего в приграничии далеко не на стороне Киева. Только за минувшие сутки наши бойцы отвоевали порядка 110 квадратных километров территории. Подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии освободили населённый пункт Клюбимовка и прилегающие лесопосадки к нему, зачистив их от врага и организовав благоприятные условия для введения в бой подразделения закрепления. Передаёт канал Вин-Вин На одном из видео с места действия можно наблюдать, как подразделения врага отходят с ранее занимаемых позиций в лесопосадках вдоль реки Снагость и Кукурузного поля в направлении Зелёного поля, отмечает Архангел спецназа Зет. Это было сделано для того, чтобы не попасть в окружение. Несмотря на давление, противник старается не потерять зелёный шлях и всеми силами держит этот участок трассы до въезда в Толстый луг и на юг Свердликово. Также идут бои в Новоивановке. Военная хроника пишет, что бегство из Вебимовки – это маркер того, что происходит с группировкой украинской армии в Курской области. Техники, чтобы быстро сбежать, нет. Оружие, чтобы отбиться, нет. Поддержки огнём, чтобы отбиться, нет. Свободного пространства, где можно спокойно отступить, нет. Докладывает Телеграм-канал. Есть только чистое поле, где на пехоту охотятся операторы беспилотников и артиллерия. Несмотря на то, что основное внимание последних дней в Донбассе было приковано к Курахово и Селидово, русские войска продавили оборону противников часов Яре. Канал «Синяя Зет Борода» сообщает, что наши бойцы установили красное знамя на рубнике Блок, 9 на южных окраинах часов Яра. Продвижение составило 2 километра. Причём, совершенно спокойное поведение наших бойцов говорит о том, что противник от данной точки расположен далеко и тот же снайпер нашим бойцам не является угрозой. Враг в окружении. А потому дальнейшие движения вперёд наших частей и занятия ими микрорайона цех номер 2, южный и землянки, а это может случиться уже довольно скоро, могут поставить противника в очень тяжёлое положение. Отмечает блогер Юрий Подоляко. Причём, это однозначно будет обозначать оперативный прорыв, его главной линии обороны на данном участке и угрозу для Константиновки. The Wall Street Journal, пообщавшись с украинскими военными, которые воюют на данном направлении, пишет, что их позиции тут начинают ослабевать. Полгода украинские силы сдерживали русский натиск за каналом, но на этой неделе нашим отрядам вроде как удалось прорваться вперёд на двух участках. Достаточно допустить одну ошибку, и район может пасть в считанные дни. Говорит командир роты Ростислав Касьяненко. Аналитики считают, что Россия намерена освободить данное направление, и к тому же ещё и Покровск ещё до того, как опадут листья, лишив врага жизненно важных укрепрайонов в преддверии зимы. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, внесённых в список экстремистов России, в интервью изданию The War Zone заявил, что 11 тысяч северокорейских солдат заканчивает подготовку в России и будут готовы воевать уже с 1 ноября, ждут только команду. По его данным, первый отряд из 2600 солдат отправится в Курскую область. Разведка Южной Кореи подтверждает эти данные, уточняя, что офицеры-ракетчики уже находятся в зоне конфликта. По данным Сеула военным КНДР, уже выдана русская форма и подложные документы. Среди Z-пабликов новость о корейских добровольцах восприняли со скепсисом. Военный обозреватель Борис Рожин, в свою очередь, напоминает, что корейские военные не участвовали в боевых действиях с 1953 года. А тем временем американская ветеранская организация, МВИД опубликовала содержание секретного приложения к плану победы Зеленского, в нем Киев передал список целей для ракет «Стормшеда», «Джессом» и «Таурус» в России. Пороховые заводы в Казани, Тамбове и Перми. Аэродромы до тысячи километров от границы Украины. Предприятие ВПК по производству была и ракетного оружия. Штабы и командные пункты в Ростове, Воронеже, Москве, Белгороде, Курске и Санкт-Петербурге. Также в списке указаны Крымский мост, управление ФСБ Ирсдвардии, часть ТПО на дальностях до 500 километров, база Черноморского флота в Новороссийске, командный пункт в Сочи. В западной прессе инициативу Киева восприняли в штыки. The New York Times опубликовала статью, в которой обсуждается перспектива принятия плана победы кураторами. Западные союзники опасаются, что украинские удары по территории России приведут к эскалации войны и отказались снять ограничения на такие удары с использованием своего оружия. Популярный украинский канал «Легитимный» сообщает, что реакция Запада на план победы разочаровала Зеленского. И финансирование войны на 2025 год будет даже меньше, чем в текущем. Да еще и под огромным риском срыва. Что является закономерным результатом, смотря на все ведущие к этому действия. Но во что по этому поводу думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях, а также не забывайте подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе всех последних новостей. И ставьте лайк этому ролику, чтобы помогать нам в его продвижении. Спасибо за просмотр и всего хорошего! Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok